Мужские игры Стал выносить это на широкую публику После генерала А сейчас вот не прошло буквально 11 лет Как наш великий ужасный Урфин Джуз Решил всем зубы повыбивать Ты знаешь Никит Меня больше всего настораживает Что этот как ты выразился Безумный генерал Все таки простите меня пожалуйста является генералом ФСО И что там безумных генералов Ну как то немножко привожно ФСО это вохра Только в наглаженной форме Он кстати говоря Когда журналист у него спросил Занимались ли чекисты оккультизмом Слушай я тебе рекомендую найди эту статью За 2006 год в российской газете Ты получишь невероятное удовольствие Он сказал Ничего парадоксального в том Что в поле зрения органов безопасности Находилась такая тематика как оккультизм Нет с древнейших времен Человечество интересовалось тем Что из себя представляет сознание Сильные миры сего использовали Самые различные технологии воздействия на психику В 20 веке Генерал ФСО говорит Магическая практика древних жрецов Вышла на научный уровень исследований Ну и так далее А дальше про Мадрен Олбрай Тогда тебя удивляет Что шамана арестовали Когда он с тележкой Как раз нет Как раз меня это не удивляет Я абсолютно твердо уверена в том Что там во всю эту фигню Абсолютно серьезно верят Крыза косит наши ряды Да 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 Активно Очень смешно А я знаю еще одного апологета Крызы У него сегодня на самом деле горе Этот Решагозин Сегодня же Маск будет на какой-то Кириенковской конференции выступать Ну виртуальной Ну анонсировалось да Да Вроде как в 11 часов И у Рогозина Он наверняка там В бессильной злобе бьется Кусает косяки дверей Делается кирпичами Ну в общем Как бы Все как положено Мне кажется Может быть и нет Конечно Ты можешь ошибаться Как все люди Мы этого не знаем Мы не знаем Мы не знаем Тем более что Медуза Иностранный агент Не спрашиваю при чем здесь Медуза Просто Медуза Иностранный агент И все Любая при чем Вот в море плывешь Тебе Медуза подпала Это иностранный агент Да Слушай Я о чем сегодня хотел рассказать Я вчера покатался На совершенно Парадоксальной штуке Которая Ну Кроме того Шан довольно дорогая Хотя это все в мире Относительно Видится мне просто Решением всех Городских проблем Передвижения Для молодых Для молодых Из велосипеда Из велосипеда Электромотоцикла Электромотоцикла Ну велосипед Ну велосипед Только такой Более Вот там Подвески Они Там раз в полтора Толще Чем у велосипеда Колеса Эти штуки От фэтбайка Такие толстенькие 19 дюймовые Подвеска Абсолютно полноценная Фирма ДМС Очень Очень приличная Подвеска И очень приличные Тормоза Мадуро Гидравлические С четырехпоршневой Скобой Жесткой Спереди С двухпоршневой Жесткой Скобой Радиальной Сзади Ну то есть Такие прям Тормоза Тормоза Значит На ней Стоит Шестикиловаттный Мотор И Двухкиловатт Часовая батарейка Короче говоря Если вот Совсем на ней Потихоньку По пенсионерски Покать То она Сто километров Проезжает Я вчера На ней прям Вжигал По полной программе И мне не удалось Высадить батарею Быстрее чем За сорок семь километров Дает эта штука Восемьдесят километров В час Нормально Масс абсолютно Да То есть Соответственно Она По испанским законам Она с номерами Как мопед То есть На ней нельзя Выезжать На автобаны Она чем-то говоря Даже похожа Вот я сейчас В картинках Набрала Точнее В поисковике Вот Она похожа В общем-то На мопед Это не тут Там короче Этих Сунронов Есть несколько Есть Сунрон Который совсем Полноценный мотоцикл Тридцатисильный Он дорогой Да А этот называется Сунрон Лайт По-моему Да Лайт Короче Она на велосипед Похожий Такой очень футуристический Но При этом Она двойную функцию Несет Во-первых Она совершенно Обалденная С точки зрения Развлекухи Потому что Она внедорожная Она совершенно Спокойно прыгает Она встает С газа На вилле На козла То что называется По-русски На ней можно сделать Стопи Она очень легкая Поэтому ей очень легко Управлять Управление у него Примитивное То есть два рычага Это тормоза Передние и задние И значит соответственно Ручка которую ты крутишь Это газ Педали нет Вместо педали подножки Значит Заряжается эта штука От обычной розетки За три часа Полностью от нуля До полного Так Друзья У нас Похоже опять У Никиты Евгеньевич Пропал сигнал Поэтому Про то Как протестировал Никита Этот самый Электро Питбайк Прости господи Узнаем чуть Позже Оставайтесь под серебряным дождем Мужские игры Доброе утро Очень сильно извиняюсь Техническая проблема Вот Короче говоря Высадить мне удалось Ее за 47 километров Если вот прям Совсем все время В пол на газ На газ нажимаю А максимально На ней 100 Можно проехать С чего можно сделать вывод Что вот она гарантированно 70 километров Обычного нормального Передвижения Выдержит запросто Значит Батарейка у нее 2 киловатт часа Соответственно Стоимость зарядки Этой батарейки По сегодняшним ценам В рублях 10 рублей Ну от сети Потому что по 5 рублей Киловатт час Значит Это если днем заряжать Ночью Соответственно По-моему По руб 97 что ли Получается 4 рубля И В 99% случаев От дома до работы От работы до дома На ней можно доехать Тем более Что в общем По большому желанию Можно приехав на работу Ее там зарядить А там Российский человек Понятно заряжается На халяву Значит у нее Литий-полимерная батарейка Или литий-металл-гибридная Гидридная Я тут толком не понял Короче Гарантированно Выдерживает 3000 полных циклов Заряд разряда Что говорю Но в России Невозможно пользоваться Ну чем-то Открытым Двухколесным Круглый год Поэтому если Полгода ты ей пользуешься А полгода не пользуешься То соответственно Батарейки там На 12 лет хватит Причем там батарейка Настоящая Она с тремя датчиками Она меряет температуру И судя по тому Что у нее практически Не меняется максимальная скорость Вне зависимости от того Заряжена батарейка Или разряжена Там примерно Та же технология Используется что-то в Тесле Которая не дает батарейке Разряжаться больше чем И не дает ей заряжаться Больше чем Из-за чего соответственно Вот этот вот Ресурс автономности Он очень долго сохраняется Потому что да понятно Батарейка постепенно Подсаживается С точки зрения емкости Но так как ты полностью Ее не заряжаешь Ты просто не видишь Что она подсела С точки зрения емкости Очень длительный отрезок времени Значит Если батарейка износилась Можно купить новую Новую стоит 915 евро Я называю Испанские цены Которые выше российских В России Эта штука по-моему 280 тысяч рублей стоит С одной стороны Это вроде как Довольно приличные деньги С другой стороны Если корректно Пересчитать все это дело На затраты То эта штука Отбивается год за два Если ездить на ней На работу Действительно То это очень удобно Потому что В отличие от мотоцикла Она совсем легкая Она очень узкая И совершенно спокойно Едет между рядами На что имеет полное право С мопедными номерами То есть это абсолютно Легитимно Ездить на ней По дорогам общего пользования На ней нельзя ездить По велодорогам Вероятному Потому что все-таки Она мопед Но это и не страшно В этой ситуации Потому что всегда есть Обочина Всегда есть автобусная полоса По которой мопед Тоже имеет право ехать По крайней мере в Испании Не помню как в России Наверное тоже имеет право Значит Ничего не стоит зарядка Соответственно Нет никаких Мне практически нечему портиться Очень мало деталей На нее В Испании Восьмя Так Друзья Ну какой-то у нас Прям непорядок Сегодня Ждем возвращения Никиты в эфир Я ненавижу интернет И ненавижу компанию Водофон В декабре месяце У нас это Тестовый масковский интернет Будет Я на него переключусь И вот эта вот байда Должна закончиться С прыжками этими с интернетом Да Друзья Мужские игры Никита Небулицкий Приносим свои извинения За технические проблемы Извините пожалуйста Да Да Но слушайте Никита работает удаленно Тут есть свои нюансы Возвращаясь к тесту Электробайка Да Не электро Непонятно чего Ну то есть Она понимаешь Она преимущество имеет Перед всем Из чего она собственно состоит Она лучше велосипеда Потому что она гораздо быстрее Она Лучше мотоцикла Потому что она гораздо легче И дешевле Она очень дешевая Потому что у нее Очень высокий КПД У нее полноценная Рекуперация Полноценное охлаждение батареи Ну то есть Она правильно работает И при этом она дешевая С точки зрения расходников Потому что там стоят Фэтбайковские колеса Ну знаешь Эти вот велосипед На таких толстых шинах Да я даже посмотрела Как выглядит конкретно эта модель Там 100 на 70 на 19 Стоят колеса Передние и задние Одинаковые И соответственно Они копейки стоят Там стоят Опять же Фэтбайковские Топовые Тормоза Соответственно Там колодки велосипедные Которые тоже ничего не стоят Что там может портиться Ну может портиться Подшипники Чисто теоретическое Ну может перезалить вилку Надо будет там Раз в несколько лет Больше по большому счету Там портиться нечему Все остальное Знаешь Это как вот На радио в свое время Когда еще Вещали с Демьяна Бедного На антенном поле Там передатчик был Сорок какого-то года И он прекрасно работал Та же самая история С моторами электрическими От лифтов Например Которые работают Десятилетиями Столетиями Ну вот Поэтому У меня на ферме Стоит на гидротурбине Собственно генератор Ну это электромотор Только в обратную сторону Работающий 1927 года выпуска Ничего ему не делается Хотя оно постоянно крутится Тут то же самое Ну вот То есть портиться нечему Стоит Эксплуатация дешево Да первичная закупка Ну то есть в России То ли 220 То ли 280 тысяч Вот Дима из Твери написал 310 цена в России 310 Но с другой стороны Если это сравнивать С ценой Любого Нового мотоцикла То это Ну прям Самый-самый-самый-самый Дешевейший мотоцикл И то скорее всего Китайский С такой стоимостью Ну разве что Йобрик Это YBR Yamaha 125 Может быть чуть-чуть Подешевле Но она не Близко не В соответствии Тому функционалу Который дает Эта штука Да на ней Нельзя путешествовать Ну то есть Это городская Такая штуковина Каким-то иезуитским способом Это городская штуковина Это штуковина На которую можно В выходные Поехать там Я не знаю По лесу по тропинкам Покататься За грибами Она потому что Очень проходима У нее 35 сантиметров Клиренс У нее огромные 29 сантиметров Хода подвески Действительно очень много Это хода подвески Хорошего эндуро-мотоцикла Такого С полноценной подвеской Напомните о чем речь Сун-рон Ребят Такая штуковина Которую Никита Протестировал Тут вчерась Да При этом Если эта штука Застряла Или что-то с ней Произошло в лесу Но реально 50 килограмм Берутся под мышку И вытаскиваются В общем Это ничего такого Архи ужасного Нет Это Ну то есть Если из нее жим делать То наверное не все справятся А вот взять Приподнять ее И перенести с места на место Это можно сделать запросто И В этом компоте Ну мне кажется Очень разумное приобретение Действительно ездить на работу Сильно подозреваю Что появятся люди Которые ездят на ней зимой Тоже поставив шипы на колеса Наверное это тоже можно Единственная проблема Конечно Вот эта вот Соль Которая все сыпет От которой вся одежда грязная Ну ладно Зимой действительно будет Нет Зимой наверное Это иезуитство В России Хотя опять же Есть Краснодарский край Есть там Ставрополь Есть полно мест Где можно эксплуатировать ее И зимой тоже Но в большей части России Безусловно Это только летом Можно делать Но при этом Это действительно получается Очень дешево С эксплуатационной точки зрения Потому что Ну на 10 рублей Вы ее зарядили Даже если это делом делать И по Однотарифному счетчику И соответственно Съездили на работу И обратно Ты меня извини Но метро Сколько сейчас метро 30 рублей в Москве стоит Я давно не была Петитушка Ну я вообще Мы как Собчак Перед выборами Которые он как раз проиграл Завалившись Завалив ответ Именно на вопрос О том Сколько стоит метро Ну мы не выбираемся Поэтому нам не страшно Проиграть выбор Рубли 50 наверное Ну может кто-то и слушатель Напишет Сколько стоит поездка 42 рубля Спасибо 42 рубля Ну вот То есть соответственно На работу и обратно Получается 84 А на этой штуке Даже если только на метро Едешь Просто вот Больше ни на чем А на этой штуке Получается 10 И ну ты меня извини Но там Те 35 километров В один конец Это реально расстояние Там от какого-то метро Анина до Там я не знаю Даже до чего Ну наверное Вот до Динамо Вот скорее даже И то наверное меньше Ну вот смотри Артем Туда-сюда съездишь Вернешься спокойно Артем из Зеленограда Написал такое сообщение С вопросом Артем пишет Сделан он Поликалом Даунхильных велосипедов То есть для скоростного Спуска по бездорожью В горах Геометрия Даунхильного велосипеда Предусматривает Спуск вниз Езда по плоскости И вверх На них Затруднительно Мотор на этот велосипед Поставили Чтобы ездить В том числе И вверх по горам И Артем спрашивает Как тебе Посадка На Сунроне Это не велосипед По посадке У него как раз Посадка Если вы посмотрите У него консоль Моциклетная Соответственно Вы можете сдвигаться Вперед-назад По нему И в отличие от Даунхильного велосипеда Который действительно Сделан ездить только вниз И геометрически Сделан таким образом Эта штука Геометрически Сделана не так И она не воспринимается Даунхильным велосипедом При вот Визуальном рассмотрении Она скорее Воспринимается мотоциклом То есть она больше Похожа по форм-фактору На легкий мотоцикл Эндуро Причем эндуро Не спортивный А именно дорожный И по посадке И по всему На ней удобно сидеть Даже с моими Метр восемьдесят девять А уж человеку С ростом Там метр семьдесят Вообще не проблема У нее достаточно Низкое седло Там семьдесят По-моему Девять сантиметров Высота по седлу У нее огромный клиренс У нее удобный Угол Сгиба ноги У нее удобный руль Причем руль велосипедный И соответственно Ты можешь Если тебе Хочется руль ближе Хочется руль дальше Ну в общем А то есть Это регулируется Эта история Как на велике Ты хочешь сказать Даже не регулируется Она на самом деле Она Ты можешь вообще Ее настроить Под себя Ну то есть Ты можешь просто Взять и совершенно Спокойно Например поставить Другой руль С другим выносом Он будет ближе к тебе Выжать от тебя То есть И это недорого Потому что На самом деле Эти рули делают Китайцы И они Очень недорогие То есть Можно себе Ее отрегулировать Под себя Вот вообще Полностью Можно поставить Подножки Другие Потому что Займут дикого Совершенно клиренса Соответственно Подножку Можно с выносом Вниз поставить У тебя будет Меньше угол колена Легче вставать Будет Ну Стойки ездить Ну то есть Она полностью Настраивается Эта штука И Понимаешь Аналоги Этой штуки Были Аналог этой штуки Был такой Велосипед Бультака Назывался Но он Был сильно Менее мощный Он трехкиловаттный Был Не ставился на учет Эта штука Ставится на учет И гораздо дороже Был ее аналог Немецкий Не помню Как назывался Он Типа еще мощнее Но он стоил Каких-то вообще Космических денег Он Тысяч 70 По-моему Евро стоил Ну то есть Что-то совсем Запредельное И вообще Никому не интересно Это такой вот Экзерсис был Да вот А вот мы можем Эта штука Дешевая Эта штука Функциональная Эта штука Крупносерийная У нее По всей Европе Есть Дилерство Соответственно Это будет Дилерство нормальное В России К ней есть Запасные части Она собрана Из крупносерийных Компонентов Которые совершенно Запросто Можно раздобыть Кроме того Что там удобно Ее не обязательно Тащить самому Саму эту штуку Наверх Заряжаться Если например Ты живешь В малогабаритной квартире У нее Открываешь крышечку Достаешь аккумулятор Как чемодан Его нанесешь домой И заряжаешь дома Совершенно спокойно А сам велик Ставешь там на любой парковке Или там куда угодно К столбу Приковал Во дворе Ну то есть Штука действительно Функциональная Так Давай Смотри Несколько вопросов Отслушатся ли Быстренько Друзья А вы накидываете Плюс 7903 7976333 Про то Как Если ты говоришь Что можно съездить Там Грубо говоря В выходные В парк Или в лес Покататься на природе Спрашивают Как он чувствует Себя в грязи Вообще Отлично чувствует Вот Фетбайковские Толстые колеса Грунтозацепы Огромный клиренс У этой штуки Правильная развесовка Там довольно длинный Вынос задней вилки Потому что Просто чтобы вы понимали У нее мощность Типа 7 лошадиных сил И это типа не впечатляет У нее крутящий момент 200 ньютон метров Вы только вдумайтесь 50 килограмм весит Агрегат Ну хорошо Окей 70 80 килограмм Весит на ней человек А у нее крутящий момент Как у Какого-нибудь там Двухлитрового турбодизеля Не самого мощного И гораздо больше Чем у машины С мотором 1.6 То есть Она дико Совершенно рвет Снизу То есть Километров до 50 Она очень быстро Разгоняется Но эта динамика Сравнимая Но я не знаю с чем В 911 Порше До 50 километров в час И в реальных жизни Так как она легкая Вы ее не боитесь Она очень легко Контролируется В вилле То Вы На ней Ну реально До 50 Любой мотоцикл С места в городе Воткнете Тем более Что ну вот Нет этого процесса Отпускания Сцепления Повышения Оборотов Просто нажал И поехал То есть Просто замечательная штука Единственное Что бы я на месте Компании Сделал в дальнейшем Там во первых Нужна какая-то Регулировка Эффективность Тормозов Потому что Они слишком Эффективные То есть Их чуть тронуло Она прям вот Колом встает Если ты не очень Умеешь тормозить Двумя тормозами Там все время В стопе будешь стоять И может быть Я бы сделал Два режима Вот там Как бы Собственно И есть два режима Там есть экономичный режим И мощный режим И Соответственно Можешь ехать в том Можешь ехать в этом А я бы еще Внутри мощного Сделал бы два режима Регулирования на газ Кстати говоря Там контроллеры Стоят 96 вольтовая Батарейка 60 вольтовая Соответственно Сделав себе на заказ 96 вольтовую батарейку Из нее совершенно спокойно Получается гораздо Большая мощность Правда Естественно Ну так как чудес Не бывает на свете С сокращением ресурса Потому что Общий размер батарейки Один и тот же И ты Подняв Напряжение батарейки Получив большую мощность На моторе Соответственно Быстрее ее будешь высасывать Ну потому что Емкость батареи От этого не увеличится Так друзья Мы продолжим Никита рассказывает Как он на дысь Протестировал Электропитбайк Так по крайней мере Он обзывается Электропитбайк Мопед Не поймешь чего Я не знаю даже Как это назвать Ваши вопросы Отправляйте Смс портал Ватсап и вайбер Плюс 7903 7976 333 Не забывайте Про видеотрансляцию На нашем канале Ютуб